Стихийная свалка в прибрежной зоне реки Кубань не в первый раз заставляет жителей и общественность Карачаева-Черкесии с беспокойством следить за экологической обстановкой. Проводившие проверку представители природоохранной прокуратуры выявили нарушения на территории псыжского поселения и обязались сельскую администрацию их устранить. Тему продолжит наш корреспондент Артур Мхце. Если бы эта свалка находилась в Австрии, виновных оштрафовали в переводе на российскую валюту на 7 тысяч рублей. В Австралии почти на 500 тысяч, а в Ирландии автору подобного творения и вовсе грозил бы год тюремного заключения. В России отношение к тем, кто выбрасывает, где попало мусор, куда более щадящее. Человек отделается штрафом в 2000 рублей, и лишь организации пришлось бы существенно опустошить свой бюджет. Но это если заявят неравнодушные граждане и найдут надзорные ведомства. О псыжском коллапсе общественники и прокуратура вспоминают не в первый раз. Ранее отсюда уже были тревожные звонки. И тогда общими усилиями удалось ликвидировать стихийную свалку. Однако не оскудела рука выбрасывающего. И теперь избавиться от зловонного клада будет в разы сложнее. С черкесской ее видно, вот эту свалку. Мы сейчас с вами обидим, вы ее тоже увидите с той стороны. Она прекрасно видна и видно, как она растет. И, естественно, эти сигналы начали поступать к нам в Народный фронт. Мы обратились сначала в администрацию района, понимая, что администрация только псыжского поселения не потянет такой большой вопрос финансовый. Ну, в ответ на это мы получили ответ администрации псыжского поселения, что они не имеют возможности ликвидировать эту свалку, что ее невозможно ликвидировать. Естественно, этот ответ нас не мог удовлетворить. И мы обратились в прокуратуру за защитой прав граждан. К критичности данной ситуации добавляет то, что свалка находится в непосредственной близости от реки Кубань, которую можно назвать водной артерией Юга России. Если оставить все как есть, экологической катастрофы не миновать. Администрация вынуждена будет в итоге нанять организацию, которая вот это ликвидировать будет. Если в прошлый раз это был САХ, возможно, это будет САХ. Если это будут еще какие-то дополнительные, там, техника нужна будет, значит, они будут искать этих людей. Потому что они должны будут в прокуратуру написать конкретно, какие меры, кроме написанных писем, что еще они предприняли. Однако собственных ресурсов, чтобы ликвидировать рукотворный памятник из бытовых отходов и строительного мусора, у сельской администрации ПСЖА нет. О чем ее представитель уведомил общественников и прокуратуру. Можно было бы обязать тех, кто виновен в создании стихийной свалки. Но их надо найти. А это возможно лишь при участии самих жителей населенного пункта, которые наверняка были очевидцами сброса отходов. А кто-то, не исключено, и содействовал в наполнении дурно пахнущих залежей. Но люди, видимо, руководствуются принципами, своих не сдают. Экономя на вызове сотрудников спецавтохозяйства, они продолжают захламлять прибрежную территорию. И надеются, что администрация и надзорные ведомства сами все уберут. К слову, очистить прибрежную зону сейчас очень сложно. Не каждый вид спецтехники способен добраться до этой свалки. Но и оставлять как есть, разумеется, тоже нельзя. Природа не простит халатного к себе отношения. Артур Мхце, Вести, Карачао, Черкесия.